Новая, современная, отвечающая всем необходимым требованиям. Наринмарский объединенный авиаотряд приобрел аэродромный пожарный автомобиль. Он пришел на смену своему предшественнику, который был выпущен еще в 1991 году. Автомобиль на базе КамАЗа выпустили по заказу авиапредприятия на Варгашинском заводе всего за три месяца, вместо предполагаемых шести. Новая машина уже заняла свое место в гаражном комплексе, а после согласования всех необходимых документов выйдет на службу. 300 лошадиных сил под капотом, скорость 100 км в час и полный набор специального оборудования. Новый аэродромный пожарный автомобиль Наринмарского объединенного авиаотряда – предмет вожделения. Он прибыл на место несения службы накануне. Сегодня доказал, что он лучший. Пожарный автомобиль данный на базе КамАЗа. Это уже Евро-4 КамАЗ. Он оборудован по последнему слову техники, вплоть до круиз-контроля на ней даже установлен. Комфорт, совмещенный с функциональностью кабина водителя, оборудован пневматическим креслом, который регулируется при помощи кнопок. Задняя кабина рассчитана на четырех пожарных спасателей. Она тоже полностью укомплектована. Автомобиль вмещает 8,5 тонн воды и 500 литров пенообразователя. Он оснащен насосом мощностью 50 литров в секунду. На автомобиле расположено два лафетных ствола. Один роботизированный, который находится на бамперной установке. Второй ствол – на крыше автомобиля. Здесь располагается насосный агрегат данного автомобиля. Полностью роботизирован, электролизован. Здесь кнопкой регулируется сцепление, кнопкой регулируется газ. Показывает здесь наполняемость цистерны, наполняемость пенобака. Забор воды осуществляется с задней части автомобиля. Данная конструкция используется как ступенька для водителя, а также используется как устройство для покрытия взлетно-посадочной полосы пеной. Сюда сцепляются 6 стволов ГПС-600 и полоса шириной 12 метров обеспечена, поливается пенообразователем в случае аварийной посадки воздушного сотня. Кроме того, в автомобиле располагается два углекислотных огнетушителя емкостью по 50 литров каждый. Такого объема достаточно для тушения даже самого крупного пожара, отмечают спасатели. А еще автомобиль обеспечен пневматическим штативом, который за несколько секунд можно поднять на необходимую высоту, прикрепить фонарь и освещать место происшествия. Новый автомобиль был куплен на собственные оборотные средства авиапредприятия. Автомобиль стоимостью 6,5 миллионов рублей выпустил Варгашинский завод всего за три месяца вместо предполагаемых шести. На сегодня заплачено 30 процентов. Оставшуюся сумму сейчас прошла приемка, проверили ходовые качества, проверили выдачу воды, работу насосов. То есть всех агрегатов, которые установлены на этом пожарном автомобиле, подписываем акт и оплачиваем полностью. Все необходимые документы, отметил Валерий Остапчук, будут оформлены до конца текущей недели, после чего новую машину ведут в эксплуатацию. Таким образом авиапредприятие будет располагать тремя аэродромными пожарными машинами. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».